В Люберцах прошел межрегиональный турнир по единоборствам в честь Дня Героев Отечества. В формате телемоста в соревнованиях объединили 15 городов России. На масштабном спортивном мероприятии работал наш корреспондент. Впервые разные спортивные федерации городов России встретились в прямом эфире для участия в межрегиональном турнире по единоборствам. Соревнования прошли по олимпийским видам спорта. Тэквондо, бокс, греко-римской вольной борьбе, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо. Участие принимали спортсмены двух возрастных категорий от 8 до 17 лет и от 18 до 21 года. Это значимое мероприятие, которое мы хотели сделать специально в честь Дня Героев Отечества. Была задача сплотить все организации, все федерации, чтобы это уникальность на самом деле. Когда числитель у всех разный, так как разное правление в разных федерациях, а знаменатель один. А знаменатель общий – это дать памяти действующим и, соответственно, живым нашим воинам, которые сейчас выполняют свой воинский долг. В Люберцах проходил турнир по рукопашному бою. Каждый спарринг длился не больше трех минут. Свыше 300 участников соревновались на площадке Дворца спорта «Триумф». Станислав Капсамун представлял клуб «Котельники». В первую очередь воспитывают патриотов своей страны именно на этом турнире. Такой турнир впервые, когда героев России призвали, показали такой ролик и довольно-таки гордость за свою родину чувствовал. На масштабном спортивном мероприятии важной стала встреча с героями Отечества настоящего времени, которые посетили турнир. Спортсмены могли лично задать вопросы военнослужащим. Кроме того, получили возможность написать письмо и отправить его вместе с посылками по окончании соревнований. Я считаю, что любовь к родине и вообще патриотическое воспитание наших детей надо начинать с самого раннего возраста. У меня, к слову, две дочки, одной семь, другой четыре. И вот Любу я всегда с собой на все мероприятия беру, потому что знаю, когда она смотрит, видит все и понимает вообще, что происходит сейчас в данный момент в стране у нас. То у нее в голове это быстрее откладывается, и она понимает, что все это не напрасно. Всего участие приняли больше четырех тысяч борцов. Межрегиональный турнир по единоборствам организован спортивно-патриотическим клубом «Яропол» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Такие соревнования, приуроченные ко дню Героев Отечества, планируют сделать ежегодными. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.